МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перебираем, где плохие откидываем, где хорошие покраснее, потемнее на троечку ложим, где позеленее не трогаем. Кому-то работа Натальи покажется монотонной. Сорвала помидор, положила в коробку, потянулась за следующим. И так несколько часов подряд. Но на самом деле это творческий труд. В частности, требуется чувство прекрасного. Взять, например, новый гибрид премиум-класса. Помидоры черри, что по форме, похожи на клубнику. Здесь работники должны оценить красоту каждой кисти. Если плоды поспели равномерно, срывают целую веточку. В таком виде ее упакуют в лоток. Если нет, томаты собирают по одному. В соседней теплице тоже все непросто. Этот гибрид называется наоми. Плод может быть спелым, даже если снаружи зеленый. Начинает спеть изнутри. То есть вот сейчас он внутри, уже его можно кушать. Но еще недостаточно поспел. Завтра уже они будут коричневого цвета и готовыми к реализации и к употреблению. А некоторые работники вообще имеют крылья. Речь о шмелях. Они в теплице отвечают за опыление. У каждой шмелиной семьи отдельный домик. К людям они равнодушны и коллег не кусают, если те не проявляют излишеств. У нас тут такой симбиоз. Мы их не трогаем, они нас не трогают. Естественно, опасения всегда есть. Нужно, вернее наоборот, не нужно пользоваться духами, каким-то там отдушками, похучим мылом. Особенно не любят, когда пахнет спиртным от человека. Так что здесь, рядом работая со шмелем, нужно быть в трезвом уме. Идеальные для растений условия поддерживаются автоматически. Если солнце прячется за тучи, на потолке включаются лампочки. Если влажность выше нормы, открываются форточки. Удобрения и влага подаются с точностью до грамма. Даже особенный вкус томатов можно объяснить научно. В них особенно высокий уровень сахарозы. Баланс кислот и минералов регулярно проверяют тестами. А еще сотрудники, которые здесь работают, могут кататься вот на такой тележке. Она здесь, конечно, не для развлечения, а по необходимости. Длина растений достигает 16 метров. Чтобы добраться до самого верха, и нужен такой специальный подъемник. На новую высоту в этом году должен выйти и сам тепличный комплекс. К полусотне гектаров площади должны прибавиться еще 30. Сегодня в год здесь производят 15 тысяч тонн продукции. С запуском новых теплиц этот показатель вырастет еще на 30%. Увеличится и количество рабочих мест. С введением вот второй сейчас очереди. То есть сейчас, что мы вводим, мы дополнительно набираем людей. И порядка на второй очереди, вот здесь будет введено порядка 400 рабочих мест. Сейчас на Ставрополье настоящий бум овощеводства. За пять лет площадь теплиц увеличилась втрое. В прошлом году в регионе вырастили 79 тысяч тонн томатов, огурцов и салата. Инвесторы могут рассчитывать на поддержку краевых властей в виде льготных кредитов. И поэтому уже сейчас есть новые масштабные проекты. В текущем году у нас еще 4 инвестиционных проекта, которые планируют увеличить площадь до 300 гектар. Соответственно, производство овощной продукции может увеличиться до 140 тысяч тонн в год. В общем, есть все предпосылки, что уже через год в крае зафиксируют новые овощные рекорды. В работу в тепличных условиях погрузились Леонид Нечапуренко и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Броски через себя, приемы в партере и отработка различных ударов стойки. Именно так проходит практически каждый день спортсменов. Али Багов, который будет выступать в новом для себя весе 77 килограммов, в этот раз встретится с американцем Адамом Таусенда, достаточно свободно чувствующим себя как в стойке, так и в партере. В ходе тренировок Али старается отрабатывать свою фирменную тактику ведения боя, в которой он старается навязать свою волю противнику, что, как правило, приводит к успеху. Соперник сильная сторона, стойка, и мы будем бороться с ним. Ну и стойка будем тоже любиться, но не в первом раунде. В первом раунде буду бороться, наверное. Ну, как получится, по обстановке, там клетка погажет вообще. Одним из самых интригующих боев вечера обещает стать поединок между Мухаммедом Коковым и Висханом Магомадовым. Основное оружие нашего бойца – железная воля и мощный внутренний стержень. Бойцу из Кабардино-Балкарии придется немало попотеть, чтобы одолеть своего грозного противника. Несмотря на это, он полон сил и решимости. Подготовка идет полным ходом. Готовимся обычно с нашими пацанами, баксанскими. Ну, все нормально. Кроме Багова и Кокова, покорять краснодарскую публику будут еще Эльдар Хашпака, Валерий Хашироков, Ислам Мешев, Мурат Хасанов и Бибер Туменов. Тренируется со спортсменами Ирам Азан Кишев, родом из КЧР. Из-за количества бойцов мы сюда приехали. Здесь больше бойцов, больше спортсменов и больше паростности. Можно постоять с кем-то, постоять с кем-то, побороться и в стойке подраться. И более поинтереснее здесь тренировки. Упор мы и в ударке делаем, и в борьбе, но, скорее всего, мы больше будем бороться в бою, потому что соперник более чуть такой ударник, борьба чуть слабее у него. Поэтому сюда приехали, чтобы побольше побороться. Победители турнира получат солидные призовые и возможность заключить контракт для продолжения карьеры на профессиональном ринге. Для этого каждому нужно выложиться на все 100%. До начала турнира остался один месяц. Муайет Катаев, Мартин Хацуков, Новости дня. Глядя на эти картины, вряд ли кто-то догадается, что написанные они кистью отнюдь непрофессионального художника. Виктор Михайлов их автор. И, кажется, да, перед нами самый настоящий самородок. Ведь автор никогда не учился ни тому, как точно отстраивать композицию, ни какой цвет подобрать. Но внутренним чутьем всегда знал, как это делать. И мы на этой выставке видим совершенно замечательные вещи, пусть и в чем-то наивные, может быть, и в чем-то непрофессиональные. Но, тем не менее, в них угадывается очень глубокий, сильный, природный дар. Кажется, он имел право на ошибку, которую всегда можно было списать на непрофессионализм. Но почти никогда ее не совершал. Таланта у него предостаточно. А еще свой стиль и свое восприятие мира. Простой посетитель вроде меня художнику верит. В его картинах есть душа, есть атмосфера, есть то самое мгновение, которое он каким-то совершенно чудесным способом смог остановить. Ну и взять хотя бы вот эту картину. На ней зарисовка из жизни, которую живописец так страстно и отчаянно любит. Виктор Михайлов и по сей день пишет свои работы. Они о природе, о людях, о том красивом, что есть в нашей жизни. Мы решили познакомиться с мастером лично. Он во встрече нам не отказал. Здравствуйте. Можно? Целая аппаратура. Да, мы увидели ваши картины и решили к вам приехать. Виктору Петровичу 92 года, 6 лет. Он влюбленный в кисти с красками. Учиться профессионально любимому делу жизнь не дала возможности. Сначала война, а потом как-то было не до романтической мечты стать художником. Надо страну на ноги поднимать, строить дома, которые пали под бомбёжками. Но кисти всегда были где-то под рукой. Когда я работал, значит, на стройке, так как я инженер-строитель, вот в свободное время я обязательно писал картины для души. В небольшой квартире Виктора Петровича своя мастерская. Тут он спит, ест, пишет картины. Даже сейчас, в свои 92. Там вот моя младшая сестра с дочкой. Это старшая сестра. А это партнёрша по танцам. Кстати, о танцах. Это то, что Виктор Михайлов любит примерно так же сильно, как живопись. Да и вообще унывать это не про него. Хотите узнать, как это? Ну так он всех научит и танцам, и оптимизму. Справый. Раз, два, три. Так, 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 так. Чудесно. Даже когда тебе далеко за, считает, надо жить интересно. Тогда и здоровье будет, что надо. Виктор Петрович говорит, лекарство – это последнее, к чему он обратится. Есть некоторые художники, которые любят музыку, играют и рисуют красиво. А у меня получилось так, что я люблю рисовать и люблю танцевать. Я получаю удовольствие в этом настроении поднимается. Напомним, что зарядиться настроением, а заодно полюбоваться картинами нашего интересного земляка вы можете в Музее изобразительных искусств. Выставка будет работать до конца февраля. Вдохновились героям Джемиля Ибрагимова и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин